Станислава, сейчас многие ваши коллеги по рынку идут в B2B направление и вам отчасти, наверное, легче, потому что вы с этого начинали. Вот как сейчас чувствует себя у вас B2B направление и если сравнить, то сколько у вас розничных клиентов, а сколько B2B? Примерно по долям, может быть каким-то? Здесь я хочу сразу начать с того, что Метро действительно изначально ориентировался именно на B2B клиентов и это наш основной фокус и более того, это продолжает быть нашим основным фокусом в бизнесе. С точки зрения клиентов у нас примерно 50 на 50. У нас стратегически мы развиваем активно как раз таки B2B направление, при этом мы действительно поддерживаем и стараемся поддерживать наше направление розничной торговли, то есть самих магазинов для конечного потребителя. С точки зрения именно конкуренции и того, что многие сейчас идут в B2B, здесь хочется сказать, что это не может не радовать, потому что хорошая, здоровая конкуренция всегда порождает улучшение качества, появление новых сервисов и делает бизнес для нашего клиента, для клиента Метро как раз таки удобнее, легче, проще и даже выгоднее. Вот какие бы сильные стороны ваши вы выделили, ну помимо опыта в сети, то есть чем еще вы, учитывая, что конкуренция за клиента, за корпоративного растет, чем еще вы привлекаете его сейчас к себе, то есть почему он идет, должен выбрать вас, а не кого-то еще с рынка? Здесь хочется отметить, что мы как Метро все-таки работаем больше не как просто поставщик, да, а мы больше работаем как партнер для бизнеса. И в данном случае мы работаем в рамках целой экосистемы сотрудничества с нашими клиентами. Мы не просто привозим, продаем товар, отвозим товар, мы создаем дополнительную ценность. Например, у нас два года назад открылась гастроакадемия Стэнфорд, где мы проводим обучение для шеф-поваров и стараемся помогать шеф-поварам получать новые знания по доступным деньгам. Следовательно, приносим вклад в сам бизнес Хорики и в его развитие. Мы создали Хорика Пойнты. У нас есть один в Казани, один в Нижнем Новгороде, где шеф-повара могут посещать совершенно бесплатно мастер-классы, работать с продуктом, тестировать этот продукт, получать новые знания, встречаться в рамках такой, ну скажем так, комьюнити, да, такого сообщества именно единомышленников. И такие нововведения и такие сервисы, которые мы создаем, мы создаем именно для того, чтобы помогать развивать бизнес в целом, следовательно, давать вот эту добавленную стоимость. Поэтому я считаю, что все-таки наше основное конкурентное преимущество это то, что метро не просто поставщик, а именно вкладывается в своего клиента, вкладывает в развитие бизнеса много сил и много знаний. Мы делимся ими. А это было ваше предложение для клиентов? Или они как-то вот со временем тоже растут, смотрят по сторонам и условно, если раньше вот достаточно было просто привезти товар, отгрузить, то сейчас нужно еще вот что-то вот помимо этого дать. Как здесь выстраивается ваша, скажем так, стратегия? То есть вы ждете какие-то предложения от них или может быть просьбы какие-то звучат? Или все-таки вы предлагаете рынку и рынок на это откликается? Ну, здесь стоит отметить, что в любом случае мы всегда слышим наших клиентов. Мы постоянно с ними общаемся, постоянно находимся на связи, ездим на визиты, общаемся с ними в рамках обучающих сессий, встречаемся на фестивалях. Например, вот у нас будет проходить фестиваль Мегустро, и мы там пообщаемся с сотней участников в виде спикеров и шеф-поваров, и с несколькими тысячами представителей Хорики, которые нам дадут обратную связь, и мы увидим какие-то тренды. То есть мы эту информацию собираем как от наших клиентов, так и, в принципе, о трендах. Не всегда клиент понимает, что ему необходимо с точки зрения какого-то нововведения, потому что, допустим, это еще не внедрено или не появилось на нашем рынке, или, может быть, они еще не пользовались каким-то сервисом. Здесь, конечно, мы больше обращаемся к лучшим практикам из другого вида бизнеса, здесь мы больше обращаемся к лучшим практикам из Европы. И как метром мы как раз-таки стараемся консолидировать всю эту информацию, тестировать, обсуждать с клиентами, будет ли им интересно в чем-то поучаствовать, будет ли им интересно получить какие-то знания. Только после этого мы начинаем уже первые шаги к запуску новых сервисов либо гастроакадемии той же самой, либо новых каких-то курсов, которые мы развиваем. То есть всегда мы стараемся не просто следить за мнением клиента, но и предлагать какие-то идеи, тестировать совместно, обсуждать. Это такая коллаборация, скажем так. А вот вы сказали, что вы ориентируетесь на тренды. Какие тренды сейчас можно явные выделить, которых, может быть, не было еще, когда только начинался ваш путь на рынке? Слушайте, ну трендов на самом деле много. Они очень, скажем так, есть тренды, которые мимолетные, которые вот сейчас в моменте ты либо успел, либо не успел, либо которые долгоиграющие. Например, доставка – это какой тренд? Доставка – это растущий тренд в любом случае. И мы сейчас активно с ним идем и работаем. Я могу сказать, что 10 лет назад все знали нас как метро, как магазин для, допустим, хорики или розничной торговли, когда к нам приходили клиенты и покупали только из магазина. Сейчас мы, например, больше развиваем уже интернет-магазин наш Мшоп для профессиональных клиентов. Более того, в этом году мы уже даже запустили приложение Мшоп для того, чтобы нашим клиентам было удобнее пользоваться. Это, да, здесь можно скачать для B2B полностью. Любой наш клиент, действующий, который пользуется доставкой, может скачать приложение Мшоп из своего стора, зайти в него и, находясь, ну, я не знаю, в буквальном смысле на кухне у себя, открыв холодильник и поняв, что у него там нет каких-то продуктов, набить заказ в своем мобильном. Либо, находясь в розничном магазине, да, там дома, сделать заказ в метро, и мы привезем ему товары и продукты. Вы традиционно делали и делаете большую ставку на собственные марки. Вот если смотреть собственная марка в B2B-канале, как она себя чувствует и вообще, насколько большой объем она занимает сейчас? Может, какие-то ведущие ваши привезти, если сложно по всем сразу сказать. В метро собственные торговые марки занимают действительно очень большое и важное место с точки зрения стратегического развития. Почему? Потому что мы хотим предоставлять правильный продукт для правильного клиента, правильной упаковки по правильной цене. И в данном случае мы очень много работаем с нашими клиентами для того, чтобы понять, что им необходимо. У нас есть довольно-таки большой пул торговых марок. Наша основная – это «Метро Шеф», это торговая марка для приготовления блюд. Она очень популярна как раз-таки как у корики, так и у конечного потребителя у себя дома. И мы очень гордимся тем, что она пробирована как раз-таки топовыми шеф-поварами для работы в ресторанах. И наши клиенты уже берут ее домой и готовят дома себе шедевры у себя на кухне. При этом мы не останавливаемся только на этом бренде. Мы развиваем также наши другие бренды. Например, бренд «Риоба», который в этом году у нас стоит как раз-таки тоже в большом фокусе. Это бренд, который нацелен больше на напитки, на бар, на кофейное потребление, такой период завтрака. Следовательно, мы больше идем в направление вот как раз-таки хорики, кафе, бара и развиваем эту направленность. Но после того, как мы провели исследование и узнали, сколько же у нас ресторанов, баров и кафе берут в год «Риоба», «Риоба», мы поняли, что «Риоба» появляется в 60 тысячах ресторанов и баров ежегодно. Мы поняли, что это востребованный, очень интересный продукт, который мы можем хорошо спозиционировать и хорошо проработать и рассказать о нем нашим потребителям, которые заказывают домой себе, которые приходят просто в торговый центр и совершают покупки. И в данном случае здесь очень важно сказать, что мы разрабатываем собственные торговые марки, не просто дублируя какие-то продукты, а именно исходя из потребностей нашего клиента. Например, упаковку, которую будет удобно открывать в кофейне, упаковку, которую будет удобно хранить в ресторане, которую не нужно будет перетаривать. Либо наоборот, для какого-то более крупного бизнеса, допустим, для столовых, большие упаковки по 20 килограмм, по 40 килограмм. И используем множество факторов для того, чтобы доработать как раз-таки нюансы наших собственных торговых марок. Когда у вас появляется какая-то новинка в СТМ, которую вы заведомо так рассматриваете, как СТМ для B2B клиентов, как вы ее предлагаете? Какие есть каналы взаимодействия с этой аудиторией сейчас? Где вы рассказываете о том, что у вас можно купить? Ну, в любом случае, мы очень много работаем с нашим собственным интернет-магазином именно для B2B клиентов, это M-Shop, где все наши клиенты могут совершить заказ на доставку к себе в магазин, к себе в ресторан. Теперь уже и через приложение, как я вам до этого рассказала. Следовательно, мы можем пробегать через этот канал, то есть это e-com, это диджитализация, это удобно, это легко и просто. Мы используем каналы директ-коммуникации напрямую с нашим клиентом, но, естественно, мы не делаем это просто как вот рассеиваем, грубо говоря, нет. Мы четко понимаем, на кого ориентирован этот продукт, следовательно, мы очень сегментированно можем его предложить правильному клиенту, понимая, что если он попробует, этот продукт будет ему интересен, выгоден для его бизнеса, подходить ему по качеству и так далее. Более того, мы этот продукт интегрируем еще в наши мастер-классы и в наше обучение, в наши гастрофестивали, которые мы проводим, тот же Мегустро, для того, чтобы понять дополнительную обратную связь уже от клиентов после того, как запущен продукт, и выявить какие-то новые вехи для развития этого продукта, для каких-то новых типов бизнеса. Опять же, здесь важно сказать, что когда мы говорим о наших клиентах, наши клиенты, например, Хорика, это не просто какие-то там рестораны или кто-то там. Мы очень четко понимаем, кто из наших клиентов. Это ресторан, какого типа кухни, какого ценового сегмента, какие кофейни, какое потребление и так далее. Следовательно, да, мы очень корректно, качественно можем давать вот эту коммуникацию, эти рекомендации нашим клиентам. Мы понимаем, что они покупают у нас, и из понимания, какой они занимают сегмент конкретно, допустим, Хорики, либо какой они сегмент занимают в розничной торговле, в традиционной торговле, мы можем предложить им продукт, который может быть интересен, исходя из их специфики бизнеса, которую, опять же-таки, мы очень много изучаем и получаем очень много знаний из вот этой коллаборации, общения с нашими клиентами на ежедневной основе. А приходилось ориентировать кого-то начинающего в том, вообще какой ассортимент, например, нужен для, не знаю, кофейни там или что-то еще? Ну, я не могу сказать, что ориентировать там кого-то начинающего или нет. Я могу сказать, что мы очень много работаем с нашими поставщиками и всегда делимся обратной связью, что будет интересно для того или иного типа бизнеса, как это лучше скоммуницировать или где мы можем быть полезными друг к другу. Опять же-таки, когда мы говорим, что метро – это партнер, мы не только партнер для ресторанов или традиционной торговли, мы еще и партнеры для наших поставщиков. Все, с кем мы работаем, мы стараемся держать вот в этой экосистеме для того, чтобы иметь такую синергию от вот этого общего сотрудничества. Какие задачи компания ставит перед вашей командой на ближайшее время? Я могу сказать, что, конечно, у нас в метро много задач и много планов. В первую очередь, я вам уже немножко рассказала про то, что мы активно диджитализируемся, идем в приложения, идем в новые сервисы, расширяем нашу доставку, улучшаем качество нашей доставки. Мы много вкладываем в знания и в наших клиентов, много туда вкладываем. Следовательно, это новые курсы, это новое обучение, это сотрудничество с новыми шефами, которые мы будем развивать. В этом году, например, у нас вышел курс «Бориста», и там вовлечены очень многие поставщики. Наш собственный бренд «Риоба». Мы прорабатываем кофе, как его правильно готовить, для кого какой кофе подойдет. И так далее. Но из интересного, что могу еще сказать? Я не знаю, наверное, вы наверняка слышали про метро-экспо. Мы его проводили ежегодно. И, допустим, на следующий год мы планируем возобновить, скажем так, эту традицию. Немножко приоткрою завесу. И в марте наших клиентов будут ждать что-то большое, грандиозное и очень значимое. И там тоже мы будем делиться и трендами, и новостями, и знаниями. И более того, на это мероприятие, на этот фуд-экспо, который будет проходить в марте, мы пригласим и партнеров, и клиентов для того, чтобы, опять же таки, объединить все наши усилия, чтобы сделать бизнес для наших клиентов легче, проще, доступнее и эффективнее. Но мы тоже будем ждать, потому что инфоповоды мы любим. Спасибо большое, что вы к нам заглянули. Спасибо большое.